Вот, Игорь, это будет стоять здесь и вот здесь. Я так решила. Нормально. И зачем это? Ну как же? Чтобы раскрепоститься, расслабиться, рабочее место должно быть уютным, поэтому никак без подобных атрибутов нам не обойтись. И вообще это средство осуществлению мною процессов для получения результатов труда. Ты сама-то поняла, что сказала? Каких процессов и какого труда? Тебе трудиться не поможет вот этот вот цветок, назовем его так, потому что тебя не видно, как минимум, зрителям. Хорошо, давай переставим, например, вправо. Сюда? Пожалуйста, да, давай. Сюда? Это загородит наших гостей. Разве ты не помнишь, там гости стоят и тоже не будет видно. Так, куда же все это мне деть? Здесь будут мешать. Предлагаю под стол. Предлагаю под стол, а здесь оставить все, как у нас уже. Опять моя задумка не удалась. Ну, ничего страшного. Я понимаю твое желание обустроить рабочее место, но это не очень-то и простая задача. Как вы понимаете, или вы не понимаете, вы просто не знаете, что для обустройства рабочего места нужно учесть такое количество нюансов. Это естественные температуры и освещение, и шум производственный, и даже радиоизлучение от всяких различных приборов. То есть в этом нужно разбираться и серьезно к этому подойти. Доброе утро, губерния. В студии враг переменной Игорь Макарский. Да, и дизайнер-самоучка пока еще Александра Байдачна. Ты знаешь, Игорь, у нас здесь было как-то пустовато, но поэтому мне захотелось навести небольшой порядок, добавить уюта чуть-чуть. Сегодня мы узнаем, как правильно навести уют на своем рабочем месте и сделать это так, чтобы не мешало тому самому процессу достижения результатов нашего и вашего труда. А за уют, как правило, отвечает еще и погода. Чем сильнее метель за окном, тем уютнее лежать на диване с книжечкой. Давайте посмотрим прогноз погоды. 6 февраля по информации синоптиков в регионе ожидаются переменная облачность, гололедица и легкий мороз. Ночью 8.11 ниже нуля, днем от 5 до 8 градусов со знаком минус. На севере-западе региона 6.8 мороза, на востоке и юге минус 7 градусов. Ночью в областной столице местами небольшой снег. Термометры покажут 6.11 ниже нуля. Днем в Самаре и Тольятти облачно с прояснениями, выпадет еще немного снега. Температура воздуха составит минус 5-10 градусов. Ветер преимущественно западный, 7-12 метров в секунду. А ты знаешь, что в стране восходящего солнца, в Японии, так ответственно подходит к порядку в офисе, что даже осуществляют строевую подготовку. Вот тебе вот эксперимент, или даже это показательное выступление офисных работников. Ой-ой-ой, они же не военные, зачем же так? Да-да, ты правильно заметила, они действительно не военные. Это обычные работники стандартного офиса, которые свободны от работы времени, вот занимаются таким развлечением. Причем, ну правда, судя по этой строевой их подготовке, можно предположить, что обеденные перерывы у них... Что они делают? Как они тут делают? Я не понимаю. Наверняка и в столовую, и кофейному аппарату тоже ходят в строя. Да, и тренируются они не по часу вместо еды, а по 2 и по 3. Главное, чтобы это все было не в ущерб их работе. Да, вот это дисциплина в коллективе, что тут еще скажешь. Ну, правда, ты слышал, на записи не очень было слышно, но если повторить, там еще на них прикрикивают, так что нельзя не выполнить все движения синхронно. Ну что ж, наши простые движения можно выполнить запросто, и прямо сейчас, прямо здесь, вместе с нами. Давайте посмотрим зарядку в эфире простых движений. Доброе утро, наши дорогие телезрители, и мы начинаем очередную утреннюю зарядку. Для сегодняшней зарядки нам понадобится упор. В данном случае у нас Т-платформа, дома можно использовать стул, диван и так далее. Ставим спиной к опоре. Руки на ширине плеч, можно слегка пошире. Ноги слегка согнуты в коленном суставе. Спинку держим прямо. Сгибаем руки на локтевых суставах, опускаемся вниз. Выполняем разгибание рук. Два. Вдох. Выдох. Три. Упражнение направлено на проработку трицепсов. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще разок. Хорошо. Следующее упражнение у нас направлено на пресс. Будет работать полностью все тело. Упражнение, которое часто применяется в пилатесе, в йоге, это планки. Обычная классическая планка. Принимаем позицию упор лежа. Сначала на прямых руках. Руки устанавливаем под плечи. Выпрямляем ноги. Стараемся корпус держаться полностью прямым. Это статическая позиция. Начинаем хотя бы с 30 секунд. По мере обладениями упражнений можно менять различные позиции. Переходить на предплечье. Усложнить можно, увеличив расстояние плеча и корпуса. Закончили. До свидания. До новых встреч, друзья. Если вы решили навести порядок на своем рабочем месте, то в первую очередь нужно начать с налаживания отношений со своими коллегами. Это так называемый этикет. Мне кажется про то, что нельзя опаздывать, одеваться вызывающе, громко разговаривать по телефону и не брать уже и вещи. И говорить-то не стоит. Это и так всем ясно. А вот некоторые нюансы не столь очевидные, на которые мы сегодня решили обратить внимание. Во-первых, уважаемые друзья, возьмите за привычку относиться ко всем своим коллегам, даже стоящим ниже по рангу, точно так же, с таким же уважением и пиететом, как и к боссу. Если у вас в офисе есть кофейный аппарат, всегда заправляйте его, если вы налили последнюю чашку или когда осталось кофе совсем чуть-чуть. На своем рабочем месте, когда вы сидите, пользуетесь правилом шести точек, то есть ноги должны стоять на полу, ну и соответственно четыре опорные точки вашего стула. Не стоит поднимать ногу на ногу класть и тем более уж на колено складывать ваш подбородок, как будто вы безумно устали. Хотя, надо сказать, это правило как для вас, так и для себя. Грешен я так делаю. Не обращайтесь к коллегам. Дорогуша, дорогой, милая, милый. Существуют более уместные формы обращения. Ну и к девушкам, к любительницам моды, обращения. Да хотя, знаешь, сейчас и к некоторым парням тоже можно это адресовать. Не стоит выливать на себя по пол флакончика очень вкусно пахнущих духов, а то может превратиться это не в привлечение, а в отторжение внимания. А остерегайтесь сплетен и слухов. Понятно, что исключить их не удастся, но хотя бы не передавайте их дальше. Ну и за образец можно взять наш календарь губернии, где факты все проверенные. Так что смотрим, но не сплетничаем. На календаре 6 февраля. 6 февраля 1878 года в Самару по железной дороге доставили первую партию турок, плененных в сражении на Шибке. Более 400 человек разместили в воинских казармах на берегу Волги, близ часовни святого Алексия. Вскоре к ним присоединили еще свыше 450 пленных. Лазарет для них открыли в доме купца Подурова. Сегодня поздравление с днем рождения принимает депутат Самарской губернской думы Виталий Сергеевич Минчук. А еще в 6 день февраля на свет появились советский военачальник, маршал авиации, герой Советского Союза Александр Ефимов, русский химик Николай Зелинский, французский кинорежиссер, актер, сценарист Франсуа Трюфо, грузинский режиссер, сценарист, народный артист СССР Михаил Чаурелли, ямайский музыкант Боб Марли, российский продюсер, композитор, создатель множества популярных групп Игорь Матвиенко, популярные актеры театра и кино Алла Тарасова, Валентина Титова, Сергей Мартинсон и Владимир Заманский, известный продюсер Константин Эрнст, в недавнем прошлом баскетболист, а ныне тренер Евгений Пашутин, американский музыкант, лидер рок-группы Ганс энд Роузес, экс Роуз, а также российский музыкант, автор песен, певец Сергей Чиграков, он же Чиж и многие другие знаменитости. А Герасимы, Дениса, Иваны, Ксения, Николай, Павла и Тимофей сегодня принимают поздравления с Днем Ангела. В народе 6 февраля называли Аксининым днем. Было у него и другое название – Ксения Полузимница. С этого времени крестьянская семья вела строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало растянуть до нового урожая. Поэтому для этого дня были актуальны экономические приметы. Люди тщательно изучали цены на хлеб. Если зерно на рынке дешевеет, значит, ожидается хороший урожай. Также говорили, что если на полухлебницу – это еще одно название сегодняшнего дня – цена низкая, то до нового хлеба она не поднимется. Аксинин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей будущей весны. Доброго вам дня и только замечательного настроения! Уважаемые друзья, мы рады, что наконец-то до вас докричались и вы прислали нам свои фотографии. Мы отзываемся и показываем вам их же, эти ваши фотографии. Сегодня смотрим фотографии, которые были сделаны прямо в офисе одной самарской компьютерной фирмы. Работники решили, не уходя со своего рабочего места, активно встретить Новый год. Ну да, главное решить было проблему. Кто будет уборщиком после этой самой дружной кутерьмы? Мы благодарим Вячеслава Пробочкина за то, что прислал нам эти фотографии. А вот поблагодарят его коллеги в этом же офисе – это мы уже не узнаем. А бывают товарищи, у которых вообще нет рабочего места? Это как? А вот так, как у нашей Марины Барковой. Ее рабочее место – это просторы губернии. Смотрим очередной интересный сюжет. И завидуем. Итак, еще раз, будьте готовы. Раз. Нет, не подряд, не каждую дольку. Село Дубовый умет. В историко-краеведческом музее местные детвора впервые в жизни учатся отбивать вторые и четвертые доли. Уже на первой встрече со школерами хормейстер Александр Демидов сколотил импровизированный шумовой оркестр. Издалека кто-то едет. Музыкант поет, рассказывает и на народных инструментах подыгрывает. А все для того, чтобы в Дубово-Уметском ДК появился новый народный песенный коллектив – детский. Сейчас хормейстер руководит четырьмя взрослыми хорами в Волжском районе. Да еще сам поет в ансамблях «Самарские узоры» и «Забава». Но и этого музыканту недостаточно. Александр Борисович виртуозно играет на балалайке, саратовской гармоне, владимирском рожке и тростниковых дудочках под названием «Кугиклы». Не освоил только скрипку, но об этом не жалеет. Зато лихо на жалейке наигрывает. К жалейкам хормейстер испытывает особую слабость. В свободное время мастерит их самостоятельно. Для многих сельчан в диковинку игра на ложках и чугунках. Хормейстер признается – и во времена советской самодеятельности, и в лихие 90-е, и по сей день песня «Строить и жить» помогает. За три десятка лет работы с народными ансамблями случалось всякое. Но уйти из профессии и мысли не возникало. В лучшем случае искал подработку. В 92-м году я ушел из училища культуры, где я преподавал, был преподавателем. Ушел в российскую инкассацию и стал работать там. Росинкасс. Но я в это время не прекращал заниматься. У меня был коллектив «Самарские узоры», и мы с ним, так сказать, концертную деятельность. Александр Демидов уверен, никогда он так не был востребован в профессии, как сегодня. Хормейстер и мужчина не то что на селе, в городе большая редкость. Музыкант вслед за своим педагогом, основоположником хора Евгением Тюрином, утверждает, чтобы жизнь народной песни в селах продолжалась, петь должны все, от мала до велика. Марина Баркова, Олег Айдаров, программа «Утро губерния» из Волжского района. На работе мы проводим столько же времени, почти столько же времени, сколько и в кровати. Поэтому многие стараются сделать свой офис максимально уютным. Вот как выглядят офисы одной из дизайнерских компаний. Один находится в середине огромного игрушечного автотрека. И работают там все так же сложно и быстро, как настоящие гонщики. Ну а вот вам пряничный домик, как вам такое пространство? Там, в общем, как-то так по-девчачьему, что ли, все. Еще один вариант обустройства рабочего пространства. Пожалуйста, пиратский корабль с грозным, одноглазым, пластиковым капитаном за штурвалом. Причем в качестве рабочих столов, которые располагаются прямо на палубе, тут используются бочки, правда, со специальными столешницами. Ну, начальник, пластмассовый капитан, мне нравится. Ну, а вот у нас в губернии есть еще одно рабочее пространство. Тоже может попасть в этот список самых удивительных и креативных мест. У нас на озере ставят гитару, и на ней люди поют. Вот такое рабочее место. Грушинское утро. На меня надвигается По реке битый лед На реке навигация На реке навигация На реке ледоход На реке ледоход Пароход белый-беленький Пароход белый-беленький Черный дым над трубой Черный дым над трубой Мы по палубе бегали Целовались с тобой Пароход, хор вступает Пароход белый-беленький Черный дым над трубой Мы по палубе бегали Целовались с тобой Пахнет палуба клевером Пахнет палуба клевером Хорошо как в лесу Хорошо как в лесу И бумажка приклеена у тебя на носу И бумажка приклеена у тебя на носу Ах ты палуба, палуба Ах ты палуба, палуба Ты меня раскачай Ты печаль мою, палуба Раскали об печал И хор вступает Ты меня раскачай Ты печаль мою, палуба Раскали об печал А в нашей студии две очаровательные гости Организаторы квестов Самары Наталья Попова и Мария Борисова Доброе утро Доброе утро Здравствуйте, девушки Вы организовываете Самое удивительное рабочее пространство Вы организаторы Квест Как это значит Квеструмы, да, если сейчас нет? Нет, живой квест Живой квест Расскажите в двух словах Что это такое Для меня в том числе Потому что я не знаю Хорошо Работа у нас действительно интересная Действительно замечательная Сейчас мы в Самаре играем сценарий Который называется Дом с двойным дном Это очень изящный Очень стильный сценарий о викторианской Англии Сценарий был написан по сюжетам По мотивам рассказов о Шерлоке Холмсе О мисс Марпл Соответственно в нем есть все лучшее Да, это и индийские колонии Это и редчайшие индийские украшения И конечно же присутствует чисто английское убийство Так, откуда вы берете вот эти вот антуражные помещения Где все это дело проходит Потому что такая подобная ролевая игра Она всегда требует обстановки, атмосферы Атмосферу для игр мы создаем сами Мы ставим определенную музыку Приносим с собой реквизит Если у кого-то не хватает шляпки, буа или веера Мы все это приносим с собой Раздаем игрокам вот такие вот буклетики С помощью которых они могут вжиться в свою роль И соответственно каждой роли Что-то добавляем, какие-то элементы Вот, то есть в принципе формат этих игр Позволяет проводить их не в каком-то специализированном помещении А в любом кафе Или у вас дома, или на природе Где угодно Мы берем с собой музыку, весь реквизит И три часа удовольствия вам обеспечены И тем не менее хочется всегда Когда ты играешь в такую ролевочку Для погружения нужны Я это называю артефакты Какие-то такие интересные штучки Может быть они полу даже мистические, фантастические Которые ты можешь встретить в фильме или в книге Но в жизни, не знаю, тайный замочек В какой-нибудь шкатулочке Никогда не встречается У вас есть что-нибудь подобное? Да, конечно, есть Это же сценарий о викторианской Англии В то время люди очень увлекались эспиритизмом, мистицизмом Были всякие различные медиумы И, конечно, у нас такие необычные штуки есть В нашем квесте можно встретить привидения Можно встретить настоящего медиума Который может даже подчинить вас своей воле Да И, конечно, всякие загадочные штучки Раздаются каждому игроку индивидуально То есть они вот Всякие навыки у них могут выглядеть вот так вот, например То есть он получает буклетик У него вот тут написано, что он обладает талантом оценщика, например Конечно, мистика тоже присутствует И медиумы тоже А кто придумывает все эти атрибуты, изюминки этого сценария? Я не знаю, что тут такое Разработчиками игр наших являются Наталья и Марк Минские Наталья непосредственно автор квестов Она окончила в ГИК и окончила школу сценарного мастерства Южно-Калифорнийского университета кино То есть человек с профильным образованием Каждый квест разрабатывается в течение 3-4 месяцев Для того, чтобы сценарий был продуманный И чтобы было полное погружение в него В течение этого времени ребята изучают книги Причем не только художественные, но и научные Посещают какие-то места Например, вот для разработки квеста «Черный кот» по Парижу Они ездили непосредственно в Париж, посещали там музеи Различные исторические места, чтобы было полное погружение вот в эту эпоху Ну да, остается только в Самаре построить Эйфелеву башню И, в общем-то, ты в Париж Ну, в общем-то, да Вы знаете, уникальность живого квеста в том, что Возможно, со стороны это не видят, но сами участники Они строят эту Эйфелеву башню, они ее видят, они ее даже осизают И именно эта уникальность, то, что наша интеллектуальная деятельность Позволяет видеть то, что не увидят другие Квест проходит единожды или частенько? Ну да, попав, то есть пройдя игру один раз, уже второй раз не придешь туда Это будет неинтересно Квест проходит в двух форматах Либо это открытая игра, когда мы назначаем какое-то время и место И люди могут записаться и прийти туда сыграть Или есть игры, которые приурочены к какому-то событию Например, день рождения или корпоратив какой-то компании Люди могут играть не только один раз В квест можно играть и два, и три раза У нас были такие случаи, да Там очень много сюжетных линий Просто человек, который приходит играть повторно, может нас об этом предупредить И мы ему дадим роль в каком-то другом потоке Конечно, ему не нужно кричать, я знаю, кто убийца Или там что-то еще То есть да, у какой-то багаж знаний уже будет Да, но опыт повторных игр у нас есть И он очень успешный Люди с еще большим даже интересом вливались Потому что они уже подоплеку немножко знают И погружение получалось более глубоким Я хочу заметить, что им, может быть, даже было немножко сложнее играть Потому что палпу-то прошлой игры, да Они могли там спрогнозировать Ага, я вот сейчас поговорю с тем Я построю интригу против того Ага, вот я сейчас сделаю так Но ведь каждый человек, который приходит Он же не знает, какую он выстроит интригу Какую он захочет строить сценарий Какие цели поставит для себя главными Соответственно, он приходит, а давай-ка так А тот говорит, нет, я вот так вот хочу И, соответственно, тут уже начинается Начинает он думать, как же теперь обойти это препятствие Поэтому в сценарий можно играть 2-3 раза То есть люди все разные Поэтому каждая игра уникальна Если для людей, те, которые обращаются к вам за таким развлечением Это все-таки игра, то для вас это работа Какие бывают сложности Именно на этапе подготовки игры Вашего рабочего места Мы сегодня говорим про рабочее место А вы нам рассказываете удивительные вещи Что рабочим местом может служить все, что угодно И даже наша студия Абсолютно верно Как же подготовить непонятное пространство Под вашу игру Под ваше рабочее место Ну вот именно уникальность живого квеста в том Что нам не нужно никакого пространства Все действительно происходит в голове у участников Единственное, что мы игрокам даем Маша, покажи, пожалуйста Одну волшебную таблеточку Да, одну волшебную таблеточку Которая выглядит как вот этот буклет Где написано предыстория То есть вот почему мы собрались Кто были участники этой истории То есть люди это ознакомливаются Они уже предварительно погружаются В этот мир еще до игры И, соответственно, придя на игру Они уже, у них в голове сформировался Какой-то свой сценарий Своё происходящее И они уже получают буклет именно со своей ролью И начинают жить вот в этом сценарии Именно поэтому можно провести этот квест где угодно Да хоть на пляже То есть для оформления рабочего места Нам достаточно взять с собой Две сумки с реквизитом Да Ноутбук с колонкой И, конечно, фантазию наших игроков Без нее никуда Абсолютно верно Ну и хотелось бы еще спросить Есть ли какие-нибудь ограничения Кто может прийти к вам? Может быть, возраст Может быть, профессия И еще что-то Кого вы видите В числе своих Отдыхающих, играющих клиентов? На ряд сценариев Есть ограничения по возрасту Ну, просто в силу того Что очень маленькие дети Понятно, не смогут Выстроить какую-то там Логическую цепочку И раскрыть убийство Зато фантазию не хоть отбавляем Фантазию не хоть отбавляем Действительно И с разрешения родителей У нас были проведены игры Там для 13-14 летних подростков Вы знаете, справились они замечательно Также играли у нас и люди Уже в возрасте И не менее успешно То есть, в общем-то Этот формат позволяет Сыграть и раскрыться Игроку любого практически возраста Спасибо вам большое Мы желаем вам удачи на работе Интересной вам работы Спасибо Ну, а дальше у нас Новости губернии Доброе утро В эфире новости губернии В студии Олег Зверев С обзором основных событий К этому часу В Самарской области Готовится отметить День российской науки Официально праздничный день 8 февраля Но торжественные мероприятия В регионе уже начались Сегодня научные сообщества Будут поздравлять филармонии А накануне в областном центре Открылась выставка Завода и предприятия У истоков космической эры Что внутри ракеты И как в нее попасть Музейный комплекс Самара космическая Отвечает посетителям На вопросы с помощью Современных технологий На новых стендах Вся история развития Отрасли в регионе Продолжит Татьяна Пудова Основа ракетостроения В современном формате На интерактивной доске Схема Союза Ее можно приблизить Для детального рассмотрения И узнать, что внутри Ракеты Союз При массе в 310 тонн Выносит в космос Полезный груз до 8 тонн И вот в этом полезном грузе 8 тонн Как раз мы размещаем космонавтов Которых потом направляем На Международную космическую станцию Среди гостей выставки Михаил Шум Участвовал в строительстве Знаменитой «семерки» Первой межконтинентальной Баллистической ракете Она доставила на околоземную орбиту Первый советский искусственный спутник Благодаря ей мир услышал знаменитый Гагаринское «Поехали» Если конструировать ракету от нуля То это нужно 5 лет 5 лет Поскольку она проходит Несколько этапов И отработка Занимает много времени Отработка ракеты Это технологические испытания Различные виды Статические, динамические Ну и потом отработка Математического обеспечения В музее появился отдел Посвященный тем Кто стоял у истоков Отечественной космонавтики Мы попросли стендами Но сейчас современные технологии Позволяют нам демонстрировать Все это в интерактивном экране Поэтому мы перевели Всю эту информацию А представляете Люди, которые вложились В свою жизнь Вот в это производство Приходят сюда И не видят портрета Даже самых заслуженных Работников заводов Это конечно было всегда актуально Но вот сейчас музей Как раз достиг такого уровня Что мы можем представиться В таком интерактивном Красивом виде Организаторы проекта пообещали Вся информация будет Дополняться новыми фактами Татьяна Пудова Виктор Соколов Новости губернии В Самарской области Снижается смертность От сердечно-сосудистых заболеваний По данным областного Минздрава В 2014 году Спасти от инфарктов и инсультов Удалось на 3000 пациентов Больше, чем в 2013 году Такая статистика Результат целого комплекса мероприятий По грамотной организации Медицинской помощи Сейчас в области действуют 10 первичных сосудистых И 17 кардиологических отделений В больницах появилось Современное оборудование Есть все необходимые медикаменты Самое главное Подчеркивают специалисты Вовремя обратиться к врачу Напомню, 2015 год Объявлен годом борьбы С сердечно-сосудистыми заболеваниями По словам экспертов Существенные значения Здесь приобретают Первичная профилактика Здоровый образ жизни И, как ни странно Своевременные вакцинации от гриппа У нас один из немногих регионов В которых процент охвата Вакцинации достиг 37% То мы сами уже отмечаем На протяжении последних Двух-трех лет Что у нас эпидемия гриппа Не так страшно протекает И не в таком количестве И количество смертей В это время Значительно уменьшилось То есть у граждан Которые прививаются Это тоже профилактика Смертей И осложнение Сердечно-сосудистых заболеваний И хороший повод Приобщиться к здоровому образу жизни И встать на лыжи Есть в эти выходные Самарская область Примет участие В самом массовом Спортивном флешмобе 8 февраля В воскресенье На старт Одновременно выйдет Вся страна Лыжня России Пройдет уже в 33-й раз Ожидается Что только в нашем регионе Участие в ней Примут около 15 тысяч человек К масштабному Лыжному марафону Готовятся в Самаре Тольятти Сызрани Новокубышевский Чапаевский Октябрьский И других муниципальных районах Ну а главная гонка региона Пройдет на трассе Учебно-спортивного центра Чайка Заявки на участие Принимаются До 7 февраля И в день старта Подробная информация Размещена на сайте Областного Минспорта Победители Получат дипломы Медали И памятные призы В программе Также конкурсы Детские спортивные площадки И аттракционы А еще полевая кухня И горячий чай И пока это все новости До свидания Здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился Сегодня мы с Александрой Байдачной Игорем Макарским Пытаемся навести порядок на рабочем месте Ну и как вы понимаете От того, как все организовано Зависит ваша удача Ваш достаток И продвижение По вашей карьерной лестнице Вот ряд условий Которым должны соответствовать Ваше рабочее место Для того, чтобы вы действительно Были успешны на работе Хорошо, если помещение Имеет правильную форму И оно располагается Не в конце коридора Или улицы Рабочий стол Лучше всего ставить В южной части офиса Но там как минимум теплее Ну и это привлечет славу и деньги Обратите внимание на размер стола Стол не должен быть слишком большим Тогда будет создаваться внутреннее впечатление Что вас заваливают работой Ну и соответственно Он тоже не должен быть маленьким Иначе вы будете думать Что вам не дают развернуться Убедитесь в том Что ваш офис хорошо освещен И приобретите зеленое растение Его можно поставить в восточной Или юго-восточной части вашего офиса Это стимулирует рост энергии А еще привлекает клиентов Ну и непосредственно о поверхности рабочей Рабочего вашего стола Во-первых, рабочий стол Это пространство вашей славы Соответственно, напротив вас Должны лежать книжки Блокноты с записями С телефонами ваших коллег Стоять компьютер С помощью которого будете общаться Слева от вас Это сектор здоровья Там лучше располагать, например, чашечку с кофе Что-нибудь вкусненькое Вот, ну и таблетку от кашля Это слева Слева, да Ну а справа сектор богатства Здесь лучше всего расположить Финансовые документы И различные амулетики Талисманчики, которые привлекают деньги Здесь также удобно поставить Семейные фотографии или справочники Рабочий стул рекомендовано иметь С высокой спинкой Для того, чтобы он поддерживал вашу спину И у вас создавалось впечатление Поддержки внутренне Ну и, конечно, для позвоночника полезно Еще одно важное правило Не сидеть спиной к двери или окну А то сквозняк может сдуть ваш рабочий настрой За вашей спиной должно быть что-то сплошное Если это будет стена То лучше всего повесить картину С чем-нибудь фундаментальным Ну и еще можно забыть вообще Обо всех правилах И обустроить свое рабочее место так, как вам самим угодно И как в вашей душе заблагорассуется Вот вам пример Коллеги Анастасия Горбачева и Александр Сабанов Наши самарские товарищи Трудятся в одном самарском компьютерном офисе И они настолько задерживаются на работе Что решили прям посередине своего кабинета Поставили палатку Заработались допоздна Легли, переночевали, проснулись прямо на работе Значит, я надеюсь, они не разводят костерок для романтики Прямо в офисе Они борются с пробками Вот с чем они борются Ну, хотя, какая тут романтика Какой костерок О чем ты говоришь Это нарушение противопожарной безопасности Романтика сейчас появится Благодаря Татьяне Пециной Которая познакомилась с художницей Бродящей по улице И рисующей наши великолепные пейзажи Создание одной картины у Екатерины Мячиной Занимает около одного часа Самарская художница пишет в жанре этюда Мимолетные зарисовки девушка считает максимально искренними А ведь и правда Наброски заброшенного дворика Или бескрайней цветочной поляны Передают самое первое впечатление А оно, как известно, самое верное Вообще, очень люблю Самару И со всеми ее плюсами, минусами То есть я даже не нахожу недостатков В нашей архитектуре Меня очень вдохновляет Как бы то, что происходит сейчас С городом Я не расстраиваюсь, что Может быть, это выглядит Неопрятно, неярко Но Самара очень душевный Романтичный город Поэтичный такой Идея этой выставки родилась год назад Еще участь в педагогическом университете Темой диплома Катя Мячина взяла технику этюда Работа на пленэре так увлекла художницу Что картины рождались одна за другой Вместо пяти работ на суд преподавателей Было представлено около сорока Тема дипломной работы Городской пейзаж Моя Самара Эти этюды все написаны с натуры То есть я их не дорабатываю в мастерской На этих картинах места, знакомые каждому жителю Самары Размытая, едва узнаваемая улица Ленинградская Столпой людей в главной роли А вот и Иверский монастырь С присущим нему величием Фасад из красного кирпича Золотые купола Любимое место – железнодорожный вокзал Одно время художница ходила сюда как на работу Хотела запечатлеть с разных ракурсов ЖД вокзал – такая, ну, я считаю, потрясающая постройка В любое время дня она выглядит очень интересно И вообще очень люблю ездить далеко, на электричках, на поездах И поэтому место меня все притягивает, я думаю, как многих людей Своей картиной Екатерина пишет не мазками, а целыми плоскостями Так проще передать объем Да и выбор материала не случайен Этюды масляными красками создавал еще Репин С годами этой техники дождали название По-сырому или а-ля прима Из-за того, что я работаю в основном на пленэре Пишу этюды Работа выглядит очень живыми Мазистами И такая быстрая работа требует Использовать крупные кисти И чтобы добиться результата Освещения и формы Нужно, конечно, использовать много краски Поэтому они достаточно написаны постозно Мазистами Совсем скоро Екатерина презентует свой новый проект Уже знакомые этюды предстанут в соединении двух техник Графики и живописи Татьяна Пецна, Виктор Соколов Программа «Отро-губернии» Мы встречаем в нашей студии Оксану Лебедеву и Полину Богинскую Дизайнеров и декораторов Доброе утро Здравствуйте Мы сегодня разговариваем о том, как обустроить свое рабочее место И правил мы уже много дали Вот теперь давайте от правил немножко отойдем И подумаем, как это все сделать красиво Чтобы на рабочем месте было тебе приятно работать И действительно ты был максимально производительным Мы принесли огромное количество картинок Понемножку расскажем, может быть, о тенденциях Или как правильно подобрать под себя дизайн рабочего места От чего нужно отталкиваться? В первую очередь, то есть, хотелось бы, наверное, рассказать о домашнем дизайне Что мы можем позволить себе дома Зачастую у нас это скучная старая мебель, которая нам мешает Соответственно, мы можем ее облагородить Например, обрезав половину полки Наклеив на нее много-много-много разных картинок Такая техника называется декупаж И благодаря этому действительно добавить Какого-либо такого именно дизайна Пусть и ручного, пусть и самостоятельного Но позволить себе именно дизайнерские вещи дома Это сложно? Сотворить? Скорее всего, нет То есть, в течение дня можно оформить собственный стол Если есть время и есть желание Чтобы на нем было не скучно работать Потому что понятно, почему у нас дом-офис То есть, или на выходных мы продолжаем какую-либо свою работу Или же вечером приходим заполнять какие-то договора И все это скучно и не весело Соответственно, можно просто весело оформить свой стол Я вот весело тут нашел картиночку Во-первых, стол из фортепиано сделан Но вот этот любитель белорусского автопрома Меня покорил, который сделал на себе домашний кабинет Из кабины автобуса Удивительно, удивительно Потрясающе С помощью чего еще можно украсить свое рабочее место? Смотрите, сейчас очень распространенный стиль Вообще в дизайне, в архитектуре Это вот как бы смешение стиля И поэтому допустимо все, что угодно Все, что вам близко Все, что вам интересно Вы можете оставить как базу свое старое рабочее место Свой старый стол И добавить к нему какое-то совершенно необычное кресло Сделав из него или какое-то меховое животное Или поставив буквально трон Вы можете добавить какие-то интересные аксессуары Сейчас очень модно сделать, например, лампы с подставками Из книг старых, из огнетушителя Из чего угодно, что вам только придет в голову Ну вот здесь примеры таких ламп Лампы сделаны из оставшихся частей Любимого мотороллера Да, тем более сейчас очень многие дизайнеры Во всем мире Немножечко издеваются над мебелью Как обычной, так и офисной И делают обычные традиционные скучные предметы Не скучными, яркими, интересными Они могут сделать книжную полку В виде разломанной старой рамы Картины какой-то классической Могут совместить два стола разных стилей И сделать из него красивый, удобный стол А то картинку, которую вы держите сейчас Это популярное направление фитодизайн Фитодизайн – это новое в мире офисного интерьера Потому что раньше было сложно с этим Не было новых технологий Сейчас же благодаря новым технологиям Можно завести и лето, и весну, и осень Именно у себя в офисе То есть обновить обстановку раз и навсегда Перенести природу Мы помним о том, что у нас у каждого в офисе Имеются свои горшочки с цветочками Которые мы поливаем, удобряем Это занимает на самом деле у нас очень много времени Новые технологии позволяют нам завести Огромную стену растений И просто не ухаживать за ними Потому что там есть автоматический колеб Технологии позволяют нам сделать так, чтобы за растениями Ухаживали даже наши животные Мы прервемся надолго У нас будет опрос о просове И после этого продолжим У меня не должно быть чашки чая или кофе на рабочем столе Я учитель и у нас запрещено по должностной инструкции Иметь какие-либо напитки во время учебного процесса Я медработник по образованию У нас то, что нужно на рабочем столе Все необходимое находится Что не нужно у нас Не разрешено Это было уже давно, когда я работала Кроме чертежей у меня ничего не было К работе кто не относится? Телефоны всякие Соц сетей не должно быть Потому что они отвлекают от работы Шахлак, карт, шашек Стаканов, кружек, ложек, чего-то такого Все только рабочие стоять Папки с документами У меня такой беспорядок на столе Что там потеряется все, что повстаешь Интереснейшая беседа продолжается у нас с дизайнером Оксаной Лебедевой и Полиной Багинской По поводу того, как же организовать рабочее место Даже в самых неожиданных местах Как справиться с проблемой маленького пространства Куда нужно вместить огромное количество инструментов Чтобы выполнять свои обязанности На самом деле, если при слове кабинет Нам представляется отдельная комната С тяжелым столом, с большим креслом С зеленым сукном То сейчас при наших не самых больших квартирах И при необходимости дома иметь рабочий уголок Рабочее место Есть очень много вариантов Как можно использовать пространство Любое для оформления именно рабочего места То есть для этого можно использовать подоконное пространство Вместо подоконника сделать очень удобный столик для ноутбука Можно использовать подлестничное пространство Если имеется такая возможность Если есть лестница Можно сделать офис в шкафу То есть стоит обычный шкаф Когда вам нужно, шкаф открывается И возникает рабочее место Вариантов на самом деле масса И практически во всех интерьерных журналах и передачах Есть какие-то комментарии на эту тему У меня в шкафу нарния Можно достать оттуда нарнию Значит, для кабинета нам тоже найдется Это да Есть удивительная техника Немножко сейчас упомянули Про докупаж начали говорить С помощью которой можно украсить любое пространство Да, в вашей практике был недавно случай Мы знаем, что вы украшали колонну Или там даже не огонь Мы украшали 12 колонн 12 колонн в нашей библиотеке Да, к нам обратились руководство нашей областной библиотеки Которым нужно было быстро оформить пространство Вот И мы решили, что самым быстрым и удобным способом Будет как раз оформление колонн в стиле декупаж Я покажу просто несколько примеров тоже Да, ну, к сожалению, у нас этой фотографии с собой нет Но очень интересная техника Которая выполняется быстро Колонны получились тематические И... Ну, хотелось бы сказать, наверное, о том, что колонны Мало того, что они тематические Каждая из них была посвящена своей теме Будь то сказки Или путешествия в иностранной литературе Или, так скажем, техника То есть, кто изобрел автомобиль Кто изобрел оружие То есть, каждая из этих колонн Она посвящена именно своей тематике И при этом Было очень много гостей, пока мы работали И было очень приятно о том То, что каждый из гостей Останавливался возле интересующего колонны И действительно застывал на какое-то время Рассматривая каждую картинку Тем И интереснее на декупаж То, что это творчество Которое вмещает в себя очень много разных тематик Картинок, которых можно рассматривать бесконечно Например, для детей это будет самое просто невероятное приключение Когда они будут подходить к таким колоннам Или постерам Или к стенам Ну, вот с этой техникой я познакомился в рамках передачи Еще несколько лет назад Но с каждым годом все новые, новые, новые Применения какие-то находятся И я понимаю, что границу декупажа нету Мы рассказали про эти колонны Не показали картинку Но я думаю, для наших телезрителей Это будет лишний повод сходить в библиотеку Спасибо за беседу Приходите к нам еще обязательно Ну, а мы продолжаем Знаешь, Игорь, а мне всегда нравилось Как выглядит кабинет психолога Я видела в кино торшер Диванчик Спокойно, и она расслабляет Если хочешь поговорить об этом Тогда прямо сейчас отправляемся к нашему психологу Впереди у нас азбука жизни Смех сквозь слезы Горький смех Слезы радости Все эти парадоксальные сочетания эмоций И их проявления всегда удивляли людей Почему порой мы не можем выразить Именно то чувство, которое испытываем По мнению экспертов Иногда наш мозг вследствие патологии Либо действительно путает полюса эмоций Либо не может контролировать Интенсивность их проявления Например, у ребенка была легкая асфиксия Или у мамы был токсикоз беременности Или во время родов Вот в асфиксии, так сказать, легкое удушение Но не сильной такой степени То есть это грубой патологии нет Но происходит то, что Кора головного мозга, наша логическая часть Плохо контролирует нашу эмоциональную часть Подкорковой структуры И тогда возникают люди Которые слабо контролируют Свои эмоциональные аффекты Они взрываются почти без тормозов Они просто вулканические эмоции Или они чрезмерно демонстративно Стремятся все время привлечь свое внимание Вот то, что называется истерическая личность Разлад в проявлении эмоций Наступает и на определенном этапе Естественного старения организма А также следствие перенесенных заболеваний Например, инсультов и травм Но порой мы сознательно подавляем себе искреннее выражение чувств Мы не будем говорить глупому человеку, что он глупый Злому, что он злой Потому что эффектом будет только агрессия То есть смотрите Существует некая социальная лицемерие Понимаете, когда мы говорим Вот я люблю правду Вы понимаете, а кто сказал, кто автор этой правды? Волк, который хочет съесть ягненка Абсолютно прав Он голоден У него, наверное, там есть маленькие волчата Ему надо их прокормить А ягненок, говорит, как он ужасен и несправедлив Замечено, что чаще свои эмоции подавляют Либо скрывают представительницы прекрасной половины человечества Исторически сложилось так Женщина не может открыто выражать свои желания Понимаете, и то, что говорит женщина Далеко не всегда то, что она думает И существует специальный, знаете ли Не мною придуманный мужско-женский словарь В котором мужчина, когда он голоден, говорит, что я голоден А женщина не должна показать, что у нее зверский аппетит И она готова съесть, я не знаю, огромное количество еды Она должна как бы пококиничать, что вы, что вы, я не хочу И в обществе, то есть, может быть, день на кухне где-то Она, может быть, и сделает такое А в обществе она даже не демонстрирует, что она не очень хочет Знаменитое письмо Татьяны Онегину Классический пример, неодобряемый обществом женской искренности Тенденция настолько плотно укоренелась в нашем обществе Что некоторые специалисты предлагают ввести в употребление Особые женско-мужские словари К примеру, если мужчина заявляет «Я хочу спать» То можно быть уверенным, что он выражает свое желание Лечь спать А если из дамских уст звучит «Я не расстроена» То, скорее всего, каждая буква этой фразы кричит обратное «Конечно, я расстроена» Впрочем, при определенном навыке внимательно относиться К окружающим или прирожденной эмпатии, мы всегда сможем договориться друг с другом Несмотря на то, как обустроено ваше рабочее место Я думаю, день пройдет великолепно, если вы к нему правильно подготовитесь С помощью нашего гороскопа Так что, внимайте Овны, ваша стеснительность переходит все мысленные рамки Пора уже сделать решительный шаг по направлению к объекту своих мечтаний Объект давно заждался Тельцы, пора заняться собой Это, конечно, съест определенный запас ваших сбережений Но результат того стоит Смело открывайте кошелек и вперед навстречу экспериментам Близнецы, кто-то активно провоцирует вас на агрессию Главное вовремя вычислить провокатора и пресечь опасные конфликты, контакты Есть два способа Загасить провокатора Либо загасить зарождающийся стресс волной доброжелательности Раки, не пытайтесь контролировать все, что происходит вокруг вас Особенно если дело касается вашего домашнего очага Смиритесь с фактом, что к концу недели всегда бардак А после генеральной уборки порядок установится и в вашей душе Львы, ваши треволнения напрасны Все идет по плану и как по маслу Повышенная нервозность может только помешать Отпустить себя и вздохните поглубже Девы, ушки на макушке сегодня могут стать для вас очень полезным аксессуаром Держите ухо востро, чтобы не пропустить важную информацию Которая может потонуть в море спама Отслеживайте и фильтруйте Весы вас пытаются втянуть в чужой конфликт Но если вы этого не захотите, скандалисты останутся ни с чем Пусть сами разбираются Скорпионы, сегодня вам рекомендуется наложить вето на размышления о своих проблемах и незавершенных делах Гоните скучные мысли и прочие Поскорее переключайтесь на режим беззаботности и веселья Стрельцы, вы и сами давно знаете, что неправы Но признать это никак не получается Сделайте это сегодня, и вы увидите, как жизнь вокруг начнет меняться к лучшему Козероги, обоснованно отказывая близким в их просьбе Не забудьте сразу же предложить компромиссный вариант Только так вы сумеете сохранить хрупкий мир в доме Водолеи, мыслями вы давно уже на выходных Но пора осознать правду Впереди еще рабочий день Встаньте и шагом марш на работу Отдых надо заслужить Рыбы, если сегодня вас подведут деловые партнеры Не делайте вселенских выводов о том, что кругом враги Причины могут быть самыми банальными Транспорт подвел или насморк замучил На творц-мажоры не застрахован никто В том числе и вы Будьте мудрее Ну а у нас на этом все, друзья Пусть ваше рабочее место будет для вас Самым любимым местом на земле Впрочем, как и для нас Для нас, для Александра Байдачной И Игоря Макарского Наше место там, где вы, уважаемые друзья Мы уже с нетерпением ждем нашей следующей встречи Удачных выходных Благодарим фитнес-клуб Киноп-Велнос за помощь в проведении съемок Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»